По страдавшим от подтопления жителям округа выплатят компенсацию. В администрации Заполярного района принято соответствующее положение, в рамках которого предусмотрена материальная помощь в размере от 10 до 50 тысяч рублей. Деньги выплатят тем собственникам жилья, чьи дома из-за стихии оказались испорчены. Наталья Дуркина продолжит. Для того, чтобы получить материальную помощь собственникам жилья, которое было подтоплено, необходимо подать заявление установленной формы с указанием банковских реквизитов собственника. Далее прикрепить к нему документ, подтверждающий право собственности, копию паспорта и акт обследования жилья. Акт обследования составляется должностными лицами администрации поселения в присутствии представителя, собственника. Тогда они все комиссионно осматривают, составляют акт, фотографируют и отправляют документы нам. У нас в администрации имеется 20 дней для проверки и проведения расчетов с пострадавшими. Поскольку в документах должны быть указаны все реквизиты, куда перечисляются деньги и средства, деньги и средства будут перечислены на счета пострадавших. Если будет какая-то заминка, ну возможно, либо номер счета будет перепутан, или что-то будет недоуказано, но мы здесь отработаем, будет немножко дополнительное время, но все свою помощь получат. Также важно знать, что материальная помощь не предоставляется в связи с повреждением или утратой жилого помещения, занимаемого по договору социального или имущественного найма, по договору найма специализированного жилого помещения или по договору с судой. Размер материальной помощи зависит от нанесенного ущерба. Необходимо сказать о трех градациях, которые имеются в документе для выплаты материальной помощи. У нас предусмотрено о том, что 10 тысяч рублей получат те собственники жилья, у которых вода вошла до черного пола, то есть затоплен подвал, цокольный этаж. Если вода остановилась между черным полом и основным полом, то тогда выплачивается 20 тысяч рублей, ну и если сверх основного пола вода поднялась, то тогда 30 тысяч рублей. Понятно, что есть еще условия, когда дом полностью разрушен или фактически к нему проживать невозможно, то тогда это 50 тысяч рублей. По всем вопросам можно обратиться в администрацию поселения, где располагается подтопленное жильем.